Речь у нас сегодня пойдет об образовании Древнерусского государства, о одном из самых спорных, обсуждаемых, дискутируемых в науке периодов истории Руси. И здесь сразу надо сделать несколько замечаний. Прежде всего, когда именно возникает государство на Руси. Возникновение государства, как его видит современная наука, ну и, собственно, исходя из логики и здравого смысла, это не одномоментный акт, это длительный процесс. Государство, или, вернее, общество, которому сопутствует государство, как говорят современные ученые, сложное общество, возникает не в результате какого-то одного события, а в результате довольно длительных преобразований прежнего племенного, ну или, как традиционно выражаются в науке, первобытного уклада. Если мы посмотрим на то время, когда на Руси появляется писанное право, один из важнейших признаков государства, то это период с конца X века. Если мы посмотрим, когда Русь выходит на международную арену, получает международно-правовое признание, когда появляются первые русские акты. Это тоже X век, правда, более раннее время, первые международные договоры о Руси относятся к первой половине X века. Если мы посмотрим на развитие культуры, на то, что традиционно называется и определяется как цивилизация, появление городов, появление письменной культуры, литературы, все это происходит на протяжении X и где-то даже первых десятилетий XI века. Поэтому тот ранний отрезок времени, о котором у нас в значительной степени сегодня пойдет речь, собственно, ранняя Русь, появление самого понятия Русь на исторической сцене, это еще предгосударственный период. IX век – это время, когда создавались условия для появления государства, а не когда государство, собственно, уже начало появляться. В этом отношении Русь, в общем, подобно другим государствам Северной и Восточной Европы, которые складывались на протяжении VIII, IX, X, XI веков, иногда позднее, скажем, в скандинавских странах образование государственности вполне завершилось в XII, местами, пожалуй, даже в XIII веке. Некоторые славянские племена так и не создали полностью оформленной государственности, если говорить о славянах Палапского региона, западных славянах Поморского региона. Польское государство, например, складывалось довольно длительное время, и, скажем, общепольское писанное право появилось вообще только в XIV веке в процессе централизации польских княжеств. То есть, в общем, в принципе, то, что государство складывается на протяжении длительного времени, это естественное явление. Еще один момент, который сразу надо отметить, поскольку он долгое время был в центре научных дискуссий о образовании древнерусского государства и, к сожалению, для трезвомыслящих ученых, в общем, на него очень часто переключается внимание и сейчас. Это даже не столько само наличие и отсутствие внешних каких-то воздействий на формирование древнерусского государства, сколько пресловутый нормандский вопрос. Здесь четко надо понимать две вещи, и, в общем, поняв их, больше к этому не возвращаться. Государство не возникает от того, что кто-то приплыл из-за моря. Государство не основывается одним человеком, даже самым выдающимся, чего, прямо скажем, о полулегендарном, известном только из летописных преданий, основателе древнерусской правящей династии, сказать нельзя. В общем, фигура он за пределами летописных преданий совершенно неизвестна. Те, кто считают иначе, независимо от того, выводят они государство от германцев, от кельтов, от западных славян, что вот почему-то вошло у нас в моду, ну, они очень существенно упрощают картину, мягко говоря. Это было, естественно, в период, когда наши научные знания были довольно ограничены в XVIII или XIX веке. Все-таки в начале XXI века это уже непростительно. Государство возникает в результате внутренних потребностей общества, в результате развития общества. и в конечном счете государство возникает зачем-то по какой-то причине. Этой причиной не может быть только внешний импульс. С другой стороны, само по себе наличие внешних импульсов, внешних влияний, присутствие различных этнических групп в элите нарождающихся государств, в этом, опять же, нет ничего необычного. И особенно в племенную эпоху, когда этнос, хотя и значил многое, но все-таки больше значила именно племенная принадлежность, принадлежность родовая, принадлежность к знатному или к незнатному роду. Когда создавалось государство, оно неизбежно включало в себя самые разные племенные элементы. Тем более на таком перекрестке влияния, на таком перекрестке народов, в котором была Восточная Европа. Где на еду с основным населением, славянами, финоукрами, балтами, присутствовали кочевые народы с Востока, присутствовали те же скандинавы, искавшие торговых путей на Восток. Были внешние влияния Запада, из Византии, отдаленные с Арабского Востока. Естественно, что мы встречаем среди древнейших времен русской истории имена и скандинавские, и тюркские, наряду со славянскими. Чуть позже об этой проблеме я скажу, сейчас только надо отметить, что, конечно, не надо отождествлять ни этническую принадлежность с одной только кровью. Этнос – это язык и самосознание, в первую очередь. И уж тем более ошибочно определять, однозначно определять, во всяком случае, этнос тех или иных персонажей по их именам. Мы, на самом деле, в большинстве случаев, если речь идет о древнейшей истории, можем предполагать, что, скажем, в живых человек со скандинавским именем течет скандинавская кровь, но мы, на самом деле, не можем знать с уверенностью, на каком языке он говорил и кем он себя сознавал. Но когда мы будем говорить о том, кем, собственно, вообще сознавала себя Русь с девятого, первой половины десятого века, я еще поясню, что имею в виду. Если же говорить о внешних влияниях на процесс формирования государства, то, конечно, они есть, ну, наверное, у почти любого государства, кроме самых древних цивилизаций, которые рождались в очень сложных, там, межплеменных и природных условиях, и амбиции первобытной еще элиты находили отклик у широких слоев, поскольку нужна была организация вот для борьбы, для выживания в этих тяжелых условиях. Но позднее, за пределами древнейшего Ближнего Востока, в общем, все государства, старого, по крайней мере, света, который мы знаем, имели тот или иной внешний импульс. Греческая цивилизация, древнегреческая государственность не родилась бы без влияния финикийцев и других восточных народов через древний Крит. Государственность древнего Рима, ее предустою невозможно представить без греческих колоний в Италии. Германцы обрели свою государственность, завоевав римские земли, приняв христианство и восприняв римское право. Если говорить о славянском мире, то здесь, конечно, ключевую роль в возникновении государств у славян сыграло с одной стороны столкновение, особенно у западных славян, с государственной машиной франкской империи, от которой надо было так или иначе защищаться, из которой надо было выстраивать отношения. Для южных славян это было взаимодействие как мирное, так и военное с Византией, во многом похожее. А для восточных славян это было влияние той же Византии. Не столько в порядке самозащиты возникала государственность у восточных славян. Говорят часто о кочевнической угрозе, но она существовала на протяжении веков и не приводила к возникновению государства как такового. Сколько необходимость выстраивать взаимовыгодные отношения с Византийской империей, говорить с ней на равных, защищать интересы купцов, наемников, которые жили в Византии по долгу. В этом плане, конечно, та система торговли восточноевропейской, торговых путей, включая знаменитый позднее путь из вояк в Греки, не настолько может быть значительной в IX веке, как путь по Волге и Дону, но все-таки игравший весьма заметную роль к началу X века уже. Эта система, выстроенная ранней Русью, она привела восточных славян лицом к лицу с Византией и способствовала тому, что влияние византийского права, постепенное влияние византийской и южнославянской, болгарской в первую очередь, культуры, стремление выстроить общество по образу и подобию того, с которым приходится договариваться, все это сыграло свою роль в становлении государства. При этом, конечно, как и во всех подобных случаях, внешний импульс не был ни единственной причиной, ни, может быть, основной причиной, хотя, несомненно, он сыграл роль в том, что возникло именно единое восточнославянское государство, а не несколько, допустим, отдельных государств, но и здесь внешнее вот это побуждение к общим отношениям с богатой южной державой не было, опять же, единственной причиной. Причиной было то, что к началу X века уже выстроилась сама вот эта система восточноевропейских речных путей, позволившая тем, кто эту систему контролировал, ранней Руси в X веке стать элитой и ядром восточнославянской древнерусской государственности. Ну вот и поговорим о том, что представляла из себя населенная восточными славянами часть Европы в IX веке, к IX веку, и что представляла из себя Ранней Русь? Прежде всего, надо сказать, что знания об этом у нас ограничены. И в определенном смысле эти знания существуют в трех разных измерениях, которые не вполне пересекаются между собой. Во-первых, мы о Ранней Руси и кое-что о восточных славянах знаем из иностранных источников IX и позднейших веков, позднейших источников, основывающихся на более ранних. Это греческая, византийская традиция, это арабские, арабо-персидские сочинения мусульманских авторов, это латинские источники. Из них мы узнаем, что в IX веке появился в Восточной Европе народ Русь, находящийся и в военных, и в торговых отношениях с соседями, беспокоивший набегами Византию, но временами заключавшие с ней взаимовыгодные договора за устраивавшую Русу в цену, узнаем кое-что о внутреннем устройстве восточно-славянских племенных объединений Руси, названия целого ряда помимо Руси других восточно-европейских племен, при этом часто не совпадающие с летописными данными, даже с данными X века. То есть, в общем, мы имеем общие контуры ситуации, которые, однако, нуждаются в раскрытии. По большому счету, до появления в начале X века на престоле великого князя русского в Киеве князя Олега мы не имеем даже достоверных имен вождей, которые действовали вот на этом восточно-европейском пространстве. Упоминается в арабском источнике X века царь Дир, имя, совпадающее с именем одного из летописных легендарных князей, правивших до Олега. Ну, очевидно, имеется в виду один и тот же персонаж, но это все-таки очевидно, но не безусловно, это нуждается в доказательствах. Второе изменение это археологическое. Археологические источники это та часть источников, которая пополняется постоянно, расширяя наши знания о дальнейших этапах истории Руси. И многие выводы корректируются, уточняется хронология, уточняются границы археологических культур, их соотнесение с тем или иным классом. Часто большая проблема для археологов и историков. Если, скажем, про культуры к югу Атаки Днепра, ну, безусловно, считается, что они восточнославянские, хотя может быть на юго-востоке с каким-то небольшим или более-менее значительным кочевническим элементом, но восточнославянские в основе, то относительно культур к северу от Верхнего Поднепровья, в землях летописных Кривичей, в землях летописных Словен Ильменских, там, где, собственно, и возникло понятие Руси. Здесь у археологов есть дискуссии по поводу того, какой этнос внес какой вклад в их формирование. То, что там присутствовали славяне, в общем, сейчас никем не отрицается, но вот кто там еще присутствовал, насколько Балты, насколько Финоугры, насколько значительно было присутствие скандинавов, естественно, мы никуда не уходим от нормандского вопроса и в археологии тоже. Об этом во всем археологи спорят. Тем не менее, археология обеспечивает нас богатым материалом, который позволяет нам в общих чертах представить структуру расселения, экономический, культурный уровень развития народов, населявших Восточную Европу. Очень ценным источником как раз по формированию вот этой системы торговых путей являются уже многочисленные в IX веке взрывным образом нарастающие в числе клады восточных монет. Арабский Дирхэм был основной валютой не только Ближнего Востока, но и Восточной и Северной Европы, начиная с IX века. Позволяют археологические источники, естественно, уточнить и процесс складывания первых протогородских поселений и далее городов Древней Руси, появление будущих великокняжских и удельных столиц, включая Киев, Новгород, в IX веке существовало так называемое Новгородское или Рыльниково городище, самого Новгорода еще не было, Ладога, Ростов, Полоцк, Смоленск, другие центры, которые на протяжении IX-I половины X века появляются не только в летописных преданиях, но и на археологической карте. Наконец, есть третий срез, и это в первую очередь те самые летописные предания, записанные самые ранние, спустя примерно 200 лет после событий середины IX века, 200 и более лет, и спустя 100 с лишним лет после событий первой половины X века. Насколько мы им можем доверять? Насколько те генеалогические даже сведения о Древнерусской княжеской династии, которые там содержатся, достоверны, это вопрос, ответа на который у нас нет. И в общем однозначного ответа при нынешнем состоянии источников у нас и не будет. С этим связано большое число версий и о самом происхождении династии, вошедшей в историю как Рыриковичи, и о конкретных событиях этого времени. В общем, наверное, у каждого исследователя, который занимается историей древнейшей Руси, есть своя интерпретация летописных известий за IX, а в значительной степени и за первую половину X века. Надо иметь в виду, что здесь есть вещи более-менее четко установленные, которым мы можем найти параллели в археологическом материале или в современных событиях письменных источниках, а есть вещи, которые известны из летописных преданий и которые нуждаются в интерпретации. Помимо этого есть еще и скандинавские саги, не более, а менее достоверные, по крайней мере, с точки зрения времени записи. Кое-что, какие-то смутные воспоминания о набегах и походах в Восточную Европу IX-X веков содержащие, но, как правило, в совершенно фантастическом обрамлении. Есть, допустим, венгерские хроники, не менее фантастично описывающие переселение венгров на Восток и, в частности, проход их по территории Южной Руси в конце IX века. Вот весь этот материал, особенно если мы сопоставим то, как отражалась традиция о древнейшем периоде у тех народов, где она проверяема по современным источникам, с исторической реальностью, и сравнимо это с нашим русским летописным материалом, то мы поймем, что документального изложения событий IX-I половины X века от русских летописей ждать не следует. Это предание, это уже интерпретация, причем, по всей видимости, интерпретация о воспоминаниях нескольких знатных семейств северного, в основном, новгородского происхождения, которые давали информацию нашим первым летописцам. Надо, кстати, вот это еще иметь в виду, это очень важный момент, что летописцы наши не пользовались родовой памятью самой династии. никаких ссылок на сведения, полученные от князей, это были бы по определению сверхдостоверные для средневекового летописца сведения, он бы не упустил такую ссылку. Так вот, никаких ссылок такого рода в наших летописях нет. Есть ссылки на беседы со знатными людьми. С Янем Вышатичем, киевским тысицким сыном новгородского воеводы, с Гюрятой Роговичем, ладожским, затем новгородским посадником. Вот с кем наши летописцы беседовали, вот от кого они черпали родовую память о древнейших периодах истории Руси. Итак, что представляла из себя территория, населенная восточными славянами к началу IX века, ну и на самом деле на протяжении большей его части. И по археологическому материалу, и по сообщениям иностранных авторов, и по сопоставлению с другими народами на пред государственном этапе развития, ну а есть некоторые индоевропейские народы, которые еще и в XIX веке жили в общем укладом догосударственной. В Центральной Азии, на Кавказе. Так вот, по всем этим данным мы можем представить восточнославянское общество и вообще славянское общество, общество балдское, скандинавское, того времени, как общество, в котором очень большую роль играли родовые начала. Не обязательно люди жили родовыми коллективами. На самом деле вот это противопоставление родовой и соседской общины, которое у нас присутствует в учебниках, восходит еще к марксистской традиции, оно очень упрощенное. В реальности в предгосударственных обществах существовали общины, составленные и по родовому, и по соседскому принципу. Они могли соседствовать, они могли переплетаться между собой. Было очень сложное переплетение территориальных и родовых оснований. Но родовые принципы играли весьма существенную роль. Они определяли допустим круг брачных связей, они обязывали кровной мести, они определяли права собственности, права первопроходцев на определенной земле и так далее. То есть тут было много моментов, которые закрепляли родовые основания, и наш летописец недаром определяет древние славянские объединения, независимо от их уровня, племена, кланы, как бы, как их не определяют, именно как роды. Существовали надобщинные объединения родов, но их было, видимо, великое множество. Во главе таких объединений стояли князь, князья, не обязательно один князь. Вполне возможно, что князь было родовым обозначением для вот всех, кто правил в данном, условно говоря, племени, хотя это племя могло быть по сути разросшимся кланом, опять же, тут сложно сказать, насколько строгим является определение племя для славянских надобщинных объединений того времени. Таких объединений могли быть сотни, то есть даже не могли быть, а скорее всего были сотни, потому что особенно на плотно заселенных южных и центральных землях будущей Руси мы видим многие десятки и, во всяком случае, больше сотни только исследованных гнезд так называемых славянских поселений, которые центрировались вокруг небольших городищ-убежищ, вокруг святилищ, вокруг просто больших поселений, где нередко есть довольно богатые находки, свидетельствующие о том, что хотя бы там одна-две семьи на этих поселениях были людьми состоятельными, составляли элиту. Уклад этих объединений, ну, он был очень прост, то есть мы не видим заметного общественного расслоения, хотя оно, конечно, существовало, мы знаем из источников, что были люди богатые, которые могли иметь две-три жены, которые или даже наложницы, имели рабов, могли заготавливать много продуктов, то есть мы знаем, что такие люди состоятельные были, но элита выделялась в том числе, да, по обладанию престижными ценностями, и обладали им преимущественно люди, связанные чаще сожреческой, реже, видимо, с воинской функцией, формирование военной дружины элиты, оно шло в разных землях, формирование военной дружинной элиты шло, и мы видим центры, некоторые ее скопления, в том числе, и там, где культура нарождающейся Руси еще не видна, например, на юго-западе восточнославянских земель, мы видим, как возникают вот такие крупные достаточно объединения племен, в которых эта дружинная элита уже лидирует, мы знаем из восточных источников о племенном объединении хорватов в Прикарпатье, и там действительно мы видим вот такую своеобразную федерацию племен, в рамках которой выделяются более крупные центры, довольно развитая такая культура, еще не городская, еще не государственная, но идущая по этому пути и находящаяся под довольно значительным влиянием с юга из Болгарии, с запада из Моравии, а через их посредства соответственно из западноевропейских государств и Византии. Если бы этот путь продолжался, то по всей видимости со временем сложилось бы несколько государств в восточнославянских землях, как это произошло в западнославянских землях, как это произошло в южнославянских землях, особенно в юго-западной части славянского региона, где вот такие крупные племенные объединения, ну или как у нас раньше принято было говорить племенные союзы, переросли со временем государств. У нас на восточнославянской территории существовало четыре больших культурных региона, не считая только еще заселяемого славянами Волго-Окского Междуечья. И в рамках этих регионов до полутора десятков вот таких племенных объединений, которые в основном объединялись в девятом веке видимо еще не общей властью, а общим самосознанием, происхождением от них и тех же предков и общими верованиями. Вот если бы восточные славяне продолжали двигаться в этом направлении, то рано или поздно, ну как мы видим, скажем, напрямее Польши возможно или Сербии возможно в течение довольно долгого времени сложилось бы некоторое количество отдельных государственно-восточных славянской территории. Но говоря мирским языком история рассудила иначе и мы видим, что в девятом веке в Восточной Европе появляется сила, которая в конечном счете поверх племенных границ создала собственное политическое объединение вдоль проложенных ею речных путей и из находящихся на этих путях форпостов постепенно установила контроль над племенными территориями. Сначала эфемерной формальной через сбор дани и уже в течение десятого века постепенно государственной. Это сила древнейшая Русь. Русь как самоназвание людей, как этноним или самоназвание общественной группы еще не как название государства, еще не Русь с большой буквы. Версий, откуда Русь произошла в науке немало. И на самом деле ни одной из них полностью сбрасываться из счетов нельзя, ну, кроме уж совсем каких-то устарелок, которые в конце 20 века уже отошли в прошлое. По поводу происхождения названия есть наиболее распространенная так называемая скандинавская или финно-скандинавская теория, ну, скорее, именно финно-скандинавская, поскольку речь идет о заимствовании славянами, финского названия для приходящих в земли финнов-чужеземцев, происходящего в свою очередь от скандинавского слова со значением грибцы. Но есть и славянская или балто-славянская, балтско-славянская теория происхождения названия «Русь», связывающая его с географическими названиями к югу от озера Ильмень. Мало сторонников имеет, но есть теория древнеарийского, индоиранского происхождения этого названия, связи с рекой Рось к югу от Киева. Ну, все-таки, исходя из наших летописных поеданий, исходя из археологических источников, сейчас больше уверенности у историков в том, что название «Русь» распространялось все-таки север. Есть колоритная, поддерживаемая некоторыми и российскими, и украинскими учеными, теория кельтского происхождения названия «Русь». Ну, большая часть ученых все-таки считает это экзотикой. То есть, в общем, взглядов на этот счет немало, хотя финно-скандинавская теория преобладает даже среди языковедов абсолютного единогласного ее приятия нет. Что можно сказать, это то, что с наибольшей вероятностью Русь появилась на севере. и что до появления Руси в Восточной Европе никакого этноса с тем же названием Русь за ее пределами ни в Скандинавии, ни в Западнославянском поморье, ни у кельтов, тем более, не существовало. Когда в IX веке на политической арене появляется Русь, она появляется именно в Восточной Европе, нигде больше. Чем была начальная Русь? Исходя из тех источников, которые у нас есть, мы видим, что точнее всего будет определить ее как этносоциальную группу. Русь в то время это бродячие, не остающиеся подолгу на одном месте, хотя были форпосты Руси, которые долгое время функционировали, где, очевидно, жили семьи Руси, и куда возвращались отряды Руси, такие как Ладога, Рюйково Городище, Гнездово под Смоленском, ряд центров на северо-востоке Руси, и уже с рубежа IX-X века Киев, Чернигов и Шестовица недалеко от Чернигов. Были такие центры, но в основном Русь подолгу на одном месте не оставалась. Византийцы определяют ее как народ кочующий. Занимались они в процессе своего движения, и, собственно, зачем они двигались, они занимались торговлей, вернее, освоением торговых путей на восток и на юг, и торговлей там, за морями, занимались войной, естественно, воюя и, собственно, с восточноевропейскими племенами, и с Византией, и в IX веке было совершено по одному походу на восток, на Каспий, и далеко на запад вместе со скандинавскими викингами, в их большом нашествии 840-х годов на Западную Европу, по всей видимости, упоминается Русь в связи с этим. И там, где это было выгодно и удобно, сами занимались добычей того, чем торговали, пушным промыслом. По сообщениям восточных авторов, Русь не занималась в этот период простым земледелеческим трудом. Это была как раз элитная, дружинная военно-торговая группа, но использовала труд зависимых от нее, подчиненных ей восточнославянских племен, из среды которых в то же время и пополнялась. Ну, надо признать, и об этом говорят все источники, что одной из важных статей дохода Руси была еще и работорговля. Это, конечно, было общество первобытное, это, конечно, было общество преимущественно языческое, хотя руссо-христиане в 9 веке уже появляются. Построенные на очень суровых основаниях, которые поражали разум западноевропейских и восточных путешественников, но западноевропейских в то время еще не в такой степени, а вот перенос полученных в ранее средневековье сведений в более поздние времена, он часто создавал искаженный, конечно, образ России. Кто была Русь по этническому составу? Прежде всего надо отметить, что Русь сознавала себя, и мы это знаем из договоров первой половины десятого века, именно как Русь, как род русский. Русь не называет себя в этих договорах ни славянами, ни варягами, допустим, ни как-то иначе. Род русский. Из источников уже девятого века мы знаем, что с одной стороны среди Руси были люди из народности сверонов, то есть шведы, с другой стороны из другого источника мы знаем, что Русь это разновидность славян. В середине десятого века Константин Богоенародный узнанные от русов название Днепровских порогов отнес к двум языкам славянскому и другому, которые он по неимению иных терминов назвал русским. Этот русский язык, он действительно скандинавский, древнесеверный. Имена ряда древнерусских князей, как исторических, так и легендарных девятого, первого, половины десятого века, они скандинавские. Ну, собственно, предки династии Рюйковичи, упомянутые в летописи, носят скандинавские по происхождению имен. Но на виду с этим центры Руси, даже происходящие от личных имен, там, где их название происходит от личных имен, носят название славянские. То есть мы имеем, к примеру, соглашение князя Олега, который перечисляет грады, по которым сидят подчиненные ему князья, среди этих градов, Чернигов, Ростов, и то, Любич, и то, и другое, и третье названия, они все происходят от славянских личных имен. Поскольку ни один из этих градов не основан раньше Олега, мы можем заключить, что вот эти основатели, Ростислав, Чернига, Любко, это своими именами Олега, вожди Руси, князья Руси под Олегом Сущи, все с славянскими именами. Славянские имена есть и среди князей в договое 1944 года, который заключал уже Игорь. Собственно, и сын самого Игоя носит имя Святослав. То есть, в общем, правда является то, что мы не можем себе представить реальное соотношение славянского и скандинавского элементов в ранней Руси. Можно гипотетически предполагать, что в IX веке славянский элемент был очень существенным. И стоит отметить, что, скажем, арабское серебро из Восточной Европы в конце VIII-начале IX века вывозилось в Южную Прибалтику, населенную славянами западными, в большей степени, чем в Скандинавии. Только в середине IX века оно начинает массированно вывозиться именно в Скандинавии. Иногда даже в больших объемах, чем то, что остается в самой Восточной Европе. На рубеже IX-X веков, первой половине X века, вот, видимо, эта тенденция нарастания числа скандинавов, она достигла максимума. Но в второй половине X века она резко обрывается. И здесь было, собственно, два исторических события, которые могли этому поспособствовать. С одной стороны, болгарская война князя Святослава, где полегла значительная часть русских дружин, потери были очень велики, и многие погибли со Святославом по возвращении от рук Печенегов. И, с другой стороны, то, что князь Владимир в 980-х годах отказывается от услуг вояжских наемников в том количестве, в каком они раньше присутствовали в русских дружинах, выдавливает их в Византию. В общем, отправляет их на службу византийскому императору, при условии, что тот не будет их пускать обратно. Помимо этого мы видим еще и процесс действительно ассимиляции, который начался, однако, гораздо раньше, чем сын Игоря получает имя Святослав. Уже в начале 10-го века богами Руси были славянские боги, и, видимо, так было с самого начала. Это тоже кое-что нам говорит о том, какого было соотношения разных элементов в эдах Руси. А другое дело, конечно, что на том этапе, когда Русь подчинила себе восточнославянские племена, когда она вела борьбу с местной племенной знатью за свое доминирование, для нее мог быть очень существенным на таком психологическом уровне вот этот самый скандинавский элемент, наличие каких-то скандинавских корней, связи со скандинавскими знатными родами. Это было то, чем Русь могла себя отличать от окружающей ее племенной массы. И вот этот существенный момент, об этом сравнительно редко говорят, как те, кто причисляет себя к норманистам, так и те, кто причисляет себя к антинорманистам, потому что это, в общем, ни в одну из концепций не вписывается. То, что скандинавские имена, употребление скандинавского языка могло быть элементом такого самоотстранения элитной группы от тех, кого они покаяли, с кем они в общем не редко и воевали даже после покоения. Войны между Русью и жившими к западу от Киева древлянами продолжались, видимо, довольно долго, к примеру. Этот момент тоже нельзя сбрасываться из щитов, хотя как оно было на самом деле, мы повторяю с точностью не знаем. Еще один важный момент, которого хотелось бы коснуться, это, естественно, происхождение династии Рюриковичей. И коснуться его стоит прежде всего потому, что, опять же, это вопрос на многое, во многом остающийся без ответа. Имя Рюрик, ну, оно, по мнению подавляющего большинства историков и практически всех языковедов скандинавского происхождения, но, видимо, довольно рано воспринятое и находившимися во взаимодействии с Данией, с ютландскими конунгами, соседними с ними западнославянскими племенами. Во всяком случае, известно, что датчане называли Рериком центр племени Абодритов, так называемый Великий город, Велиград. Причем, в источнике четко сказано, что именно датчане называли его так. Почему они его так называли? То ли по имени своего вождя, который захватил этот славянский центр, то ли по имени какого-то славянского вождя, частично датского происхождения, мы не знаем. К началу IX века так оно уже было. Поэтому, ну, теоретически можно представить Рюика и западным славянином, как у нас иногда любят его представлять. Практически это ничего не изменит в том, что Рюик персонаж легендарный. И мы о нем знаем только из летописных поеданий. Что он не основывал ни Новгорода, ни Ладоги. Новгород возник позже, Ладога раньше. Что при том, что он носит достаточно типичное для Скандинавии королевское имя, приписаны ему в летописи братья Трувар и Синеус, хотя по всей видимости их имена и не скомпонованы из скандинавских слов, как у нас опять же была модная теория несколько лет назад, со значениями свой урод и верная дружина. Нет. Но они отражают другие скандинавские имена Сигнюд и Торвад, которые абсолютно не королевские. Они никогда не встречались в королевских родах. И люди с такими именами вряд ли могли быть братом человека по имени Хрюрик. Ну и нет на самом деле никаких оснований отождествлять Хрюрика с каким-то из известных из датской истории 9 века Хрюриков, что у нас так же часто делается. Это просто гадание, стремление подставить легендарного персонажа в исторически известную родословную. На основе совпадения имени и примерно хронологического периода деятельности, но хронология русской летписи появляется только к началу 12 века, хронологии 9 века. В начальном летописном своде 11 века ну просто дается понять, что все это происходило где-то во второй половине 9 в начале 10 века, но без конкретных дат. не вполне вероятно, что сын человека по имени Хрёек мог носить имя Игорь Ингвар. Это имя, в отличие от имени Хрёек, не для датской королевской династии характерно, а не для датских викингских вождей вернее 9 века характерно, а для шведских. И в общем целые от аргументов есть в пользу того, что Игорь и его потомки, соответственно, то, что мы называем династией Юриковичей, имели какие-то отдаленные корни именно на шведских землях. Насколько отдаленные? В начале 9 века имя Ингер уже встречается в Византии. Это, собственно, первое скандинавское происхождение имя, которое упоминается в византийских источниках. Причем это были люди солидные, уже вошедшие в византийскую элиту, один вообще получил епископскую кафедру, то есть был крещен довольно рано. И здесь нельзя не вспомнить, что в византийских же источниках, правда, сравнительно поздних, есть упоминания о том, что крестился в Крыму будто бы на рубеже 8-9 веков князь Руси Бравлин. Ну, сложное это известие, не сохранившееся в греческом оригинале, только в русском и армянском переводах, там много споров вокруг этого известия, но тут вот нельзя этого не вспомнить. И вот если некая Русь Бравлина действительно первой проложила торговый путь из Балтики к Черному Мою и часть ее приняла крещение, то, возможно, именно из этой Руси происходил вот этот самый Ингер. Но тогда получается, что близкие родичи, предки князя Игоя присутствовали в Восточной Европе задолго до того времени, которое мы соотносим с призванием рывек. Возможно, с той самой середины восьмого века, когда первые скандинавы появились в Ладоге, и, в общем, за полтора-то века должны были уже основательно ассимилироваться, быть уже скорее славянами, может быть, по крови и даже по самосознанию, чем скандинавам. Тут уже неудивительно становится, что сын Игоя получил имя Святослав. Но, повторяю, все это поле гипотез. Первым историческим вождем Руси, которого мы безусловно знаем, был Олег, правивший насколько совместно с Игоем непонятно в первой половине десятого века. Был один Олег, было два Олега, тут у нас опять же большие споры в научной среде, поскольку упоминается какой-то князь по имени Халугу Олег в 940-х годах одновременно с Игоем и даже действовавший судя по всему вместе с ним. Но так или иначе в начале 10-го века после очередной видимо войны с Византией заключаются два договора 907-912 года от имени князя Олега великого князя русского с этим Русь выходит на мировую арену. В 941-м году Игорь совершает неудачный поход на Константинополь ну или Игорь совместно с Олегом то ли тем же то ли младшим и в 944-м году заключает новый договор с Византией более пространный но менее выгодный дающий нам в начале договора целый смотр русских княжеских имен а также имен послов и купцов. имена самые разные скандинавские славянские балдские финские тюркские видимо то есть в общем представляющие довольно пеструю картину по крайней мере имена слова насколько состава непонятно но имена слова русской элиты того времени середины 10 века мы уже имеем больше сведений о Руси после того как на престол вступает княгиня Ольга первая княгиня христианка и с ней собственно связывается по крайней мере в летописных сказаниях связывается выстраивание того что уже можно назвать древнерусским государством создание единой системы сбора дани в пределах всей Руси окончательное объединение с этой точки зрения севера и юга будущей древней Руси поскольку устанавливая эту систему Ольга посетила и Северную Русь откуда происходило создание местной администрации погостов центра сбора дания и пребывания княжеских чиновников и наконец Ольга была первой княгиней из рода Рюйковичей хотя не первой как мы уже понимаем русской правительницей вообще но первой княгиней из рода Рюйковичей принявшей христианство в 957 году с этого в истории Руси начинается уже совершенно новая эпоха Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова